Как правило, в роли протагониста в различных видеоиграх выступают красивые, сильные, крутые и складно сложенные мужчины и юноши. С барышнями ситуация аналогичная, что ни героиня, то ослепительно фабабельная красотка с задатками сильной и независимой. Ну всё, короче, к правильной мысли я тебя подвёл, продолжать не стану, а то вступление опять затянется. И кстати, привет! С вами Айвори. Сегодня место в моём сердечке завоевал Див Сант. От всей души благодарю тебя и милости прошу в нашу уютную семью щедрых спидвагончиков. С тебя традиционный лайк, коммент, репост, подписка, 400к, пипец как не близко, но хотелось бы. Далее проследует полезная рекомендация для ценителей GTA, так что не пропусти, а после начнём. Скорее всего ты, как и я, когда-нибудь мечтал увидеть GTA про Россию. Ну что ж, наша мечта осуществилась. NextRP это бесплатный симулятор жизни в родном сердцу российском городе, в котором ты можешь заниматься буквально всем, что в голову взбредёт. Избивать гопников, тюнинговать отечественные тачки, участвовать в адреналиновых гонках, открывать бизнес, смотреть аниме и даже стать трухикой на пособии. Огромный насыщенный мир уже ждёт тебя, выбери себе роль и покажи всем, чего ты стоишь. Скачивай NextRP по ссылке в описании и начинай играть прямо сейчас. И честь открыть моё скромное шоу уродов достаётся безымянному протагонисту из игры Plan Escape Tournament. Когда-то безымянный был самым обычным парнем приятной наружности. Не Джонни Депп, конечно, но с пивом покатит. Однажды по одному только сценаристу известным причинам ему вздумалось заключить контракт с могущественной ведьмой по имени Рейвол. Просил он, к слову, ни много ни мало, самое настоящее бессмертие. А она, в общем-то, была и не против. В итоге ритуал пошёл не по плану, кто бы мог подумать. Сущность главного героя разделилась на три части, но это не важно. Куда важнее то, что он превратился в синюшного гоминидоподобного уродца с дурацкой прической на голове. И вот смотрю я на его омерзительную физиономию, а в голове непрерывно крутятся две назойливые мысли. Первое, что я, в общем-то, не так уж и дурен собой. А второе, согласился бы я на бессмертие, если бы при этом был вынужден расхаживать целую вечность напролёт вот с таким вот пресным эбалом. Не, лучше умереть молодым. Ксо, я и тут опоздал. Игровая идеология Найтмарк Рейча рассказывала мрачную историю кровопролитной войны между силами зла под предводительством некого Адама Кроули и сил добра в лице Ордена Охотников на Демонов. На момент начала второй части игры Орден практически полностью уничтожен в бесчисленной армии демонов, за исключением барышни по имени Рейчел. Но в одиночку ей, как ты понимаешь, не справиться. Да, феминистки в те годы ещё не так сильно прессовали игры. И вот удача! Из генетической лаборатории, принадлежащей антагонисту, бежит один из пациентов по имени Герберт Олес. Ему-то и предстоит взять на себя тяжкую ношу протагониста, и Аки Родион Раскольников освал у себя любимого расшибать топориком тыковки местной нечисти. Свобода это, конечно, хорошо, но бесчеловечные эксперименты не прошли для молодца бесследно. ГГ превратился в зомби-подобного уродца с редкими длинными прядями волос, не спадающими до самых плеч, что вкупе с его нездоровым желтоватым оттенком кожи, длинным окровавленным плащом и перемотанными грязными бинтами руками, делает его мрачный образ ещё более жутким. Салли Фейс это таинственная мрачная адвенчура, повествующая о трагичной судьбе мальчика по имени Сал Фишер, вынужденного носить на лице криповую маску протез, скрывающую жуткие увечья, нанесённые бешеной собакой. Или Бобик тут ни при чём. А это ты выяснишь сам, пройдя игру до самого конца, ибо ты же не любишь спойлеры, не так ли? Так вот, истинное лицо Фишера, более известного как Салли Крам Салли, в самой игре практически не показывают, за исключением момента с электрическим стулом, и то частично. И честно говоря, не зря, ведь это зрелище не для слабонервных. Бедный парнишк. Ну, коли я затронул тему протагонистов-уродцев, скрывающих своё лицо под маской, то грех не вспомнить сразу двух ярких кандидатов. Первый и самый очевидный, это, конечно же, горячо любимый всеми школьниками мира Дэдпул, он же Уэйд, мать его, Уилсон, а второй инфернальный антигерой Спаун, и К.Л. Симмонс. Оба товарища являются теми ещё красавцами, но по разным причинам. Мёртвый бассейн приобрёл внешность, цитирую, плода любви авокадо и престарелого сморщенного авокадо вследствие проведения псевдонаучного эксперимента, наделившего его практически безграничной регенерацией. К сожалению, за всё приходится платить, и платой за исцелённый рак и приобретённое бессмертие стала пугающая гротескная внешность. Спаун же некогда был наёмником, которого сожгли заживо его же работодатели. Как итог, он попал в ад и заключил контракт с здешним дьяволом, дабы иметь возможность вновь увидеть любимую жену. В ходе игр Спаун, Армагеддон и Дэдпул оба протагониста не снимают своих каноничных масок, но истинные фанаты хорошо знают, что скрывается под их эффектными тряпками. Герой игры Legacy of Cain's Soul River, Разиэль, за свою продолжительную жизнь претерпел не одну трансформацию, пагубно сказавшуюся на его облике. При жизни Разиэль был одним из лучших рыцарей Сарафанского ордена, специализирующегося на уничтожении вампиров, но, к сожалению, был убит... Кем? Спойлер! И впоследствии превращён в вампира, чья внешность, к слову, куда более симпатичная, нежели у его собратьев, и тем более у отца-прародителя Каина. Гляньте на эту вообразину. Но в один отнюдь непрекрасный день Разиэль мутировал, ну, у местных клыкастых это норма. Отрастил шикарные крылья, тем самым превзошёл батю Каина. Такая дерзость пожилому Кусаке ей, естественно, не понравилась, и он быстренько подрезал наглецу крылышки, вдобавок окунув того в озеро мёртвых, на дне которого Разиэль и чилил целую вечность, пока его не оживило божество, будто сошедшее со страниц книг Говарда Лавкрафта. Правда, внешне Разиэль немножечко изменился, ведь в этом мире вода для вампиров столь же губительна, как карборановая кислота для человека. Парняга посинел, мальца схуднул, челюсть нижнюю проебал, ну, в общем, уже далеко не красавец. И ещё и два лоскута кожи на спине мерзко болтаются, всё, что осталось от некогда прекрасных крыльев. Как тебе известно, друг мой, вжатая птичка наличит три главных героя – Франклин, Майкл и Тревор. Достаточно одного беглого взгляда на эту троицу, дабы безошибочно определить, так скажем, менее симпатичного из них. Тревор Филлипс изначально задумывался авторами как максимально негативный и отталкивающий тип, как внешний, так и внутренний. Тревор – типичный лысеющий реднек с огромным лбом, глубокими морщинами и грубыми чертами лица. Скажем так, внешность на любителя. Но в сочетании с его вредными привычками, сквернословием, психическими отклонениями и ярко выраженной социопатией, невольно создаётся образ чрезвычайно неприятного парня. Но, несмотря на это, многие игроки считают его самым любимым персонажем серии. И это неудивительно. Недостатки внешности Тревор с лихвой компенсирует свои сногсшибательные харизмы, честностью и прямолинейностью. А теперь пришло время втянуть ноздрёй вековую пыль с игры Чак Рок, что вышло в свет в 1991 году для взаправду великого множества платформ, начиная от Amiga и Commodore 64 и заканчивая Game Boy, Genesis и SNES. Сюжет игры прост до неприличия. Древний мужчинка по имени Чак всеми силами пытается спасти свою фигуристую красавицу-жену, похищенную неизвестным злыдним писюкатым. А теперь пристально всмотритесь в лицо главного героя. Ну и рожа у тебя. Ах, рожа. Смотреть страшно. Как говорится, рожа просит кирпича. Думаю, дальнейшие объяснения тут излишни. Да даже Глад Валакас на его фоне кажется писаным красавцем. И что такая женщина в нём нашла? Может, у него прибор, выдающийся или бабок дофига? Аж настроение упало. Везёт же уродам всяким. В роли протагониста в игре Медивил выступает доблестный рыцарь, сэр Даниэль Форте с Кью. Воле случая павшего на первых минутах битвы против бесчисленных демонических хорд, насланных на королевство злобным колдуном, некромантом Зароком. По иронии судьбы Даниэля, спустя целый век возвращает к жизни в облике ветхого одноглазого скелета без нижней челюсти. Да, и скелеты могут быть уродливыми. Вот тебе живой пример. Или почти живой. Одной из моих любимых игр на мегадрайве была The Oz, вышедшая в далёком 1995 году. По сюжету протагонист игры некто, доктор Кейн, работающий исследователем в химической мегакорпорации, узнаёт, что его босс тайком разрабатывает аналог вируса чумы, дабы заразить им источники воды и впоследствии обогатиться, продавая противоядие. План достойный доктора зло. Не больше, не меньше. Кейн пытался обнародовать страшную находку, но был пойман и насильно заражён тем самым пресловутым вирусом. И только по одному сценаристу известной причине герой не умер, а превратился в уродливого, слезеподобного, бесформенного монстра, одержимого жаждой праведной мести. Согласитесь, жёсткий сюжет из для сеговской игрушки. Да и ГГ выглядит так, будто только сошёл с обложек фильмов ужасов. И напоследок упомяну игру от World of Ape Odyssey. В главной роли тут выступает представитель угнетённой расы мудаконов по имени Эйп. И это я не ругаюсь, если что. У данной расы довольно своеобразная внешность. Зеленоватая кожа, странная пигментация на лбу, какой-то несуразный отросток на макушке, отсутствие волосяного покрова, огромные ярко-жёлтые глаза, в общем, те ещё красавцы. Плюс ко всему невольная жизнь подарила им чрезмерную худобу и зашитые рты, дабы больше работали и меньше говорили. Но в целом ГГ за счёт своего комичного поведения, добрых поступков и милых звуков, издаваемых при общении с собратьями, кажется довольно няшным чудиком. Но менее уродливым от этого он явно не становится. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Я уверен, тебе есть чем его дополнить, поэтому смело пиши свои варианты в комментариях, глядишь именно твой уродец попадёт во вторую часть видео, если, конечно, оно будет. Ну а если данное видео пришлось тебе по вкусу, то не зазорно выполнить ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дёргай похотливый колокольчик, и, конечно же, от души ляпай десна на чистые комментарии. И подписываться на канал, не забывай. В общем, будь активным. На этом всё. Всем удачи и... ПОКА! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok